Радио Крым Реалий Работает Татьяна Курманова Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно, если настроите приемники на частоту 105,9 FM Слушайте нас, пишите нам и обязательно звоните в наши эфиры по номерам телефонов, которые вы уже знаете 8-800-10-06-926, если вы в Крыму номер бесплатный 044-490-3118, если вы на материковой части Украины Тема дня Сегодня будем говорить о туризме на полуострове и изменениях Президент России Владимир Путин подписал указ, которым передал Ростуризм из ведения Минкультуры в ведение Минэкономики Будем говорить сегодня о том, что изменится в связи с этим решением Будет ли у туризма новый вектор развития Как отразится идея Кремля на аннексированном Крыме И является ли это решением проблемы с туристами на полуострове Итак, 17 сентября президент России подписал указ о передаче Ростуризма из ведения Минкультуры в ведение Минэкономики Кстати, 90-х годов туристская отрасль в России несколько раз меняла кураторов Она уже находилась в ведении Минэкономики, а также Минспорта А Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году И, кроме того, Минэкономразвитие, согласно приказу, который размещен на сайте президента Функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовую регулированию в сфере туризма По координации деятельности, по реализации приоритетных направлений, госрегулирования туристской деятельности в Российской Федерации А также по осуществлению госнадзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туриста Туризма накладывается на Минэкономике, говорится в документе Итак, что изменится в связи с этим решением и чего ждать в туристической сфере России? Этот вопрос мы адресовали исполнительному директору Ассоциации туроператоров России Майе Ламидзе Во-первых, туризм в подминистерстве экономики уже не первый раз Это уже было в конце 2019-х, в начале 2000-х годов Поэтому очередной виток отрасль переживает, я бы сказала, с вполне понятным смирением То есть туризм был в спорте, потом был в культуре, потом был в экономике Потом опять в спорте, потом опять в культуре, теперь опять в экономике Поэтому сказать, что это какой-то революционный, доселе невиданный шаг Ну, отрасль так этого не оценивает Что касается возможных перемен, которые могут наступить на отрасль То об этом пока для отрасли, поэтому это пока очень рано говорить Потому что, соответственно, передачи отрасли от одного ведомства к другому Это процесс, который занимает месяцы Должны быть подготовлены соответствующие документы В Минэкономике тоже должны как-то разобраться, на каком сети сейчас живет туристическая индустрия И так далее, и так далее Поэтому изменения того, что передали Минэкономике И сейчас сразу у нас что-то вдруг в отрасли начинает меняться Так не происходит Какие-то изменения, скорее всего, будут только в конце года Мы можем говорить о существенном влиянии на индустрию О существенном изменении перспектив, стратегии и так далее Пока на данный момент не меняется ничего Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламинза отмечает, что меняя лакураторов, это отрасль, экономики передавали Томинспорта Мы также спросили у нее, какая структура лучше всего работала с туристической отраслью Знаете, наиболее серьезные экономические решения для отрасли были предприняты, когда туризм находился под Министерством спорта Это когда была принята первая федеральная целевая программа по развитию внутреннего въездного туризма Абсолютно экономический инструмент, но сделано это было в рамках Министерства спорта, туризма и молодежной политики Как она реализовывалась, это другой вопрос Но впервые отрасль развития инфраструктуры в регионах, продвижение туризма внутреннего и въездного Впервые получали осмысленные целевые выделения из федерального бюджета Я к тому, что какие-то существенные изменения зависят от того, кто будет заниматься отраслью Возвращаемся к вопросу роли личности в истории туризма Потому что может быть так получится, что будут какие-то существенные изменения, а может быть ничего не будет происходить Зависит от того, кто этим будет заниматься Это ключевой вопрос, к счастью или к сожалению Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе Напомню, сегодня говорим о туризме на полуострове Как отразится на нем передача Ростуризма из ведения Минкультуры, ведения Минэкономики А с нами на связи председатель общественной организации Курортный Крым Александр Бурдонов Здравствуйте, Александр Добрый день Как вы считаете, вот это решение изменит что-либо в туристической отрасли? И действительно ли Минэкономики сможет влиять на туристическую отрасль активнее и лучше, чем Минкультуры? Ну, как бы, все зависит от того, до чего это делается Соответственно, ну, условно говоря, под кого это делается Майя Ламидзе верно говорит, многое зависит от личности Хочу только сразу заметить, что туризм это межотрасливая деятельность И по всем рекомендациям Семерной Туристической Организации Доходы от туриста получают все, многие отрасли Там транспорт, связь, банк и так далее Поэтому, по-хорошему, для регулирования туризма Нужна межотрасливая организация какая-то Ну, координационный совет или что-то в это вроде Что вполне реально под Минэкономразвитие Но никак не реально под Минкультурой Ну, как бы, культура, об этом писали Дотационная, в отличие от туризма, который зарабатывает Хотя он как раз использует объекты культуры Для привлечения туристов на это мероприятие Для привлечения туристов и денег в регион С одной стороны С другой стороны, возникает вопрос о роли туризма в экономике Да, как считаем, товарищи, да То есть, если мы считаем только доходы гостиниц Которые являются гостиничной отраслью А туризм, как я уже говорил, это межотрасливая деятельность Ну, и доходы к турфирм То это вот, например, Крым, это 5% Поступление в бюджет А если мы считаем доходы от туризма Как деньги, привезенные туристам А это экспортные деньги для региона Если это за рубежа, то это для страны экспортные деньги То есть, видите, меня на примере Крыма Это две трети экспорта Порядка миллиарда долларов Да, порядка миллиардов долларов Привозит 2 миллиона туристов На 500 долларов каждый Да, при том, что весь экспорт остальной продукции За пределы Крыма тоже приносит деньги Но он где-то 350 300-500 миллионов То есть, две трети денег экспортных в экономике Крыма привозит турист И тратит здесь Дальше они идут в оборот На обороте купли и продажи 10-15 И сколько их там проходит Они налогооблагаются на каждом этапе И уходят в бюджет Поэтому, как бы, роль С точки зрения туризма в экономике Крыма Она, конечно, как я говорил, уже не менее 50% А в экономике России, ну давайте смотреть Туристы, выезжающие за пределы России Вывозят из России Порядка 25 миллиардов долларов В последние годы Да, и при этом зарабатывать, например, оборонка Ну там 14-15 миллиардов долларов на продажу Ну как бы Что заработали, сколько вывезли Поэтому, если Более серьезная экономика подойдет С экономической точки зрения И будет считать не только налогистров Ну и доходы остальных отраслей Которые транспортные Все остальные и прочее То, конечно А каким образом Вот доходы остальных отраслей Которые вы, да, упомянули Возможно в этой системе Освоение этих средств Туротрасли Вот как их перераспределять Как их учитывать Ну методика есть Она разработана в Семен-Индуистской организации В рекомендациях всем странам Национального учета в статистике туризма По этой теме, кстати, семинар мы пройдем еще в 95-м году Есть сертификат В зарплате президента Семен-Индуистской организации Там есть методики Какую часть дохода, допустим, транспорт получает Это на самом деле несложно высчитать На примере Крыма Есть, грубо говоря, зимний оборот финансов Со стороны по транспорту Или у банков в тех же И есть третий квартал, курортный Вот как простой пример Оборот банков в третьем курортном квартале Это по мнению самих же банков Это было на совещании в Совмине Я им вопрос задавал Еще, так сказать, лет пять назад Что третий квартал по обороту банков Примерно равен первому, второму и четвертому Вместе взятым Да, вот, грубо говоря, примерный высчет Можно считать, что примерно 50% Оборота банков и дохода, соответственно, с оборота Это, простите, деньги от туриста Да, но если хотим копать детально А дальше нужно, так сказать По каким карточкам шли платежи То же самое по связи Если за связь, грубо говоря, идет оплата По третьему кварталу мы считаем Ну и, соответственно, по Этим самым, по номерам Так вот, если мы берем третий квартал И берем значение первого, второго, третьего Грубо говоря, у нас есть 2 миллиона крыльчан Они вот доходы там всех отраслей Идут в зимний период такие-то Ну зимний, осенний, весенний, такие-то Вот то, что горбушка сверху получается По доходам, по всем, по товарам, по продуктам По транспорту, по связи, по банкам Вот горбушка сверху среднего значения Четвертого, первого, второго кварталов Ну второй там не полностью, он там до июня идет Вот то, что сверху, это деньги туристов Это простой пример методики подвески Расчета по любой отрасли И по региону в целом Вот вы отметили цифру в миллиард долларов Да, туристическая сфера На ваш взгляд, вот туризм Крыму Он сейчас является катализатором В экономическом развитии? А он всегда был катализатором Но, правда, фишка там в том, что Это малый и средний бизнес Да, о чем катализируют Генерирует, да, он генерирует заработок Там и пешек Население, которое сдает квартиры Генерирует заработок Всех структур, которые обеспечивают Деятельность драмниц Это сельское хозяйство Это там крыши Мебель Техника, кондиционеры Вот транспорт Как бы вот в этом плане, да То есть все, что касается потребления То, что потребляет турист в процессе отдыха Естественно, туризм этому, вот, так сказать Генерирует катализатором Привлекает деньги Они, соответственно, распределяются По мере затрат туриста по всем отраслям Но при этом отдельный программно-целевой подход Необходим, на ваш взгляд? Естественно А для его реализации необходимо что в таком случае? Оргинационный совет межотраслевой, да И векорректный учет доходов от туризма Приходящих в регион И их распределение по отраслям Соответственно, вклад в каждый отрасль И, соответственно, в каждой отрасль В этот случай, в интересах туристов Должна, соответственно, вкладываться Ну, грубо говоря, в долевую пропорцию С вот передачи, да Под Минэкономразвитие, собственно Улучшится ли ситуация? А нет, это намного ближе А там же к деньгам поближе? Да, да, да Ну, в сути, это генерация денег Это генерация экспортных денег Входящих в регион Есть давний старый анекдот Ну, не туристический Типа, когда всего В городок стоит-стоит В несезонье Ничего нету Приезжают туристы Оставляют 100 долларов на ресепшн Пошел смотреть номера Директор В отеле Бутинга Побежал, отдал за мясо Мясо отдала там За услуги И услуги отдали там туда Там, короче, попало, конечно, в итоге К тому, кто Пользовался Но были долги Кольцам прибежал, отдал эти 102-го Терриера Это сокращается А с передачей Из Минкультуры В ведении Минэкономики Вы думаете, что бюджет Будет увеличиваться? 4 миллиарда Это что? Это бюджет Ростуризма В 17-м году По данным Федерального казначейства Ну, это детский сад Не сяните Что такое 4 миллиарда рублей Вот Это долги крымчан За ЖКХ, например Да, это Турция Для того, чтобы Откинуть из России Значит, порядка 3-5 миллионов Туристов Которых вывозят Соответственно Порядка 3-5 миллиардов Долларов А в рублях Это, простите 15 Значит 300 150-300 миллиардов Рублей Да На это дело Миллионы долларов Да То есть Десятка 100 200 Господи 10, 20, 30 А вообще там Больше 100 10 миллионов долларов Это, грубо говоря А что у нас получается На Минчи уже на 70 70 миллиардов Рублей Да Ну, около Да Выходит примерно так Да Ну, так у меня, простите Разница-то есть Напомню, что в эфире Крымреали Общаемся с председателем Общественной организации Курортный Крым Александром Бурдоновым Говорим о передаче Ростуризм из ведения Минкультур В ведении Минэкономики И вот повлияет ли На туристическую сферу В Крыму Это переподчинение И вот Майя Ламидзе Говорит, что Результаты Стоит оценивать Примерно там Через полгода Минимум А вы как считаете? Да, аналогично И что здесь хорошо Тогда получается По всей вертикали И в Крыму Получается, что Курировать Минтуризм будет Минэкономразвитие Крыма В этом случае Хотя у нас есть Отдельное министерство Ну вот Такая ифметика Как бы, да И соответственно В других регионах По всей России Туризм уйдет Из отдела культуры Куда он приличился Как например В Севастополе Туризм находится Под отделом культуры Как департамент Соответственно Он уже В Севастополе уходит Из-под Минкультуры Должен уходить Минэкономразвитие Севастополя Ну это По иерархии То есть То, что мы увидим Это через полгода Но я бы сказал Даже не через полгода А через год Потому что Но до Крыма Это сезон Пройти должен Тогда мы это увидим Грубо говоря Вот Но с точки зрения Политиковских шагов То есть Да Минэкономразвитие Взяла И соответственно Заявила Так Теперь считаем Деньги Считаем значит Доход от туризма Доход От сферы туризма Как деньги Привезенные Давайте еще фишка Дело в том Что все отрасли Ну практически Во всех странах Называются И считаются По производимому продукту То есть Производим Услуги транспорта Транспорт Самолеты Уголь производим Угольная промышленность Ну и так далее Атом Электроэнергию Министерство энергетики А туризм Является Единственной Сферой Межпроцелевой Где считать Надо Не по производимому Продукту То есть Услуги здраво Не с услуги Турхим А по затратам Потребителя Вот этот Как бы сказать Это коллизия Этот нюанс Они упоминают Семьяно-туристская Организация Она Налоговыми органами И статистическими органами Не учитывается Они Лопят вот так И сколько я вот Не разговаривал В Крыму Семьян Пробеголова Был у нас Налоговый С примером Я говорю Ну вот так считать надо Говорит Да А вы как считаете А у нас инструкция Считаем Вот по производимому Продукту А продуктом Продуктом является Только Разравнись А остальное А рестораны Где-то Платили гильдии А экскурсионка А транспорта Где-то Это мы не считаем А реальные цифры На ваш взгляд Вот это около Миллиарда Да Вы отмечали Ну смотрите По Крыму Налоговая Дает Информация Всегда давала Что порядка 40-50% Налоговых сборов Поступают в бюджет С курортных регионов А там ни черта нет В промышленности Откуда там деньги Там деньги Которые привозят Туристы Ну и бюджетники Естественно Ну а бюджетники Откуда деньги Бюджеты А бюджетами Откуда попадают А налогообложения Тех же денег Которые в том числе Привозят туристы Это 50% Спасибо большое Да Да Мы так не считаем Спасибо Глава общественной Организации Курортный Крым Александр Бурдонов Был на связи С нашей студией Напомню В эфире Радио Крымреали Говорим о развитии Туризма В Крыму в частности Звоните в наш эфир 8 800 10 06 926 044 490 31 18 Ищите сайт Крымреали В интернете Наши страницы В фейсбук Твиттер И вконтакте Наши видео И фильмы На ютуб канале Крымреали Крымчане Имеют право Знать В эфире Радио Крымреали У микрофона Татьяна Курманова Говорим о туристической Отрасли В Крыму В частности В Украине И говорим об этом В связи с тем Что был подписан Указ о передаче Ростуризма Из ведения Минкультуры В ведения Минэкономики А с нами на связи Глава подкомитета Верховной Рады Украины По вопросам Курортов, туризма И рекреационной деятельности Анна Романова Здравствуйте Как вы считаете Вот эти перекидывания Из одного ведомства В другое поможет Россию улучшить Курортный потенциал Крыма Технически у нас проблемы Анна Романова Глава подкомитета Верховной Рады Украины По вопросам Курортов, туризма И рекреационной деятельности Надеемся Вскоре появится С нами на связи Напомним Говорим сегодня О развитии Туристической Отрасли В Крыму Говорим о том Что Президент России Подписал указ О передаче Ростуризма Из ведения Минкультуры В ведения Минэкономики И эксперты Которых мы включали Ранее Считают Что поскольку Отрасль Теперь будет Поближе к деньгам И надеются Они что Финансироваться Будет не по Остаточному принципу Туризм В Крыму Может Расцвести Процитирую Александра Бурдонова Глава общественной Организации Курортный Крым Который был В эфире Ранее Насколько Это мнение Объективно У Анны Романовой Спросим Напомню Что По данным Наших Экспертов Туристы В крымскую Экономику Вносят Около Две трети Экспорта Это около Одного Миллиарда Долларов И По данным Налоговых Около На 45 40 и 50 Процентов Налогов И сборов Дают Именно Курортные Регионы Вот Что изменилось В туристической Отрасли В Украине После Аннексии После того Как Крым Аннексировали И Эту территорию Мы потеряли Эти вопросы Будем Анне Романовой Адресовать И Также Напомню Что Минэкономразвитие Передаются Целый ряд Функций Выработка Реализация Государственной Политики Нормативно Правового Регулирования Осуществление Государственного Надзора За деятельностью Туроператоров И Александр Бурдонов Например Считает Что Необходимо Учитывать Не только Доходы Которые Получают Туроператоры Необходимо Учитывать И Сопутствующие Отрасли Будет Ли это Делаться После Переноса Реальности Мы Посмотрим Считает Бурдонов Через год Увидим Лишь И Также Эксперт Центрального Штаба В области Туризма Например Российского Центра развития Туризма Считает Что Туризм Не должен Являться И Не должен Быть Под ведомством Министерства Культуры Поскольку Минкульт По структуре Правительства Это социальный блок И соответственно У них там Социальные Бюджетные Подходы И нет Задачи Развивать Экономику Помогать Бизнесу Ну вот Считает Российские Эксперты Что Пока Туризм Был В Минкульте Был Такой Подход Давайте Нам Средства Мы Их Освоим Теперь По их Мнению Минэкономики Будет Более Рационально Эти Средства Использовать Идите На нужные Сайты Через Обычный Браузер Крым Реалии Крымчане Имеют Право Знать Напомним В эфире Радио Крым Реалию Микрофона Татьяна Курманова Говорим Сегодня О Туристической Сфере На полуострове Что Изменится В связи С тем Что Рост Туризм Теперь Перенесен Из ведения Минкультуры В ведение Минэкономики Будет ли у Туризма Новый Вектор Развития Как Отразится Идея Кремля В Крыму И является Лето Решением Проблема С туристами На полуострове Эти вопросы Мы задали Исполнительному Директору Ассоциации Туроператоров России Майла Митца Во-первых Туризм Подминистерством Экономики Уже не первый раз Это уже было В конце 19-го Начале 2000-х годов Поэтому Очередной Виток Отрас Переживает С вполне Понятным Смирением То есть Туризм Был в спорте Потом Был в культуре Потом Был в экономике Потом опять В спорте Потом опять В культуре Теперь опять В экономике Поэтому Сказать Что это Какой-то Революционный Досилен Виданный Шаг Отрас Так Этого Не оценивает Что касается Возможных Перемен Которые Могут Сступить На Отрас Об этом Пока Очень рано Говорить Потому что Соответственно Передачи Отрасли От одного Ведомства К другому Это процесс Который Занимает Месяцы Должны Быть подготовлены Соответствующие Документы В Минэкономике Тоже Должны Как-то Разобраться На каком Сети Сейчас Живет Туристическая Индустрия И так далее И так далее Поэтому Изменения Того Что Передали Минэкономике И сейчас Сразу Что-то Вдруг В отрасли Начинает Меняться Так Не происходит Какие-то Изменения Скорее всего Будут Только в конце Года Мы можем Говорить О существенном Влиянии Индустрии О существенном Изменении Перспектив Стратегии И так далее Пока На данный момент Не меняется Ничего Это Исполнительный Директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ламидзе А по словам Главы Севастопольского Отделения Бизнес-организации Деловая Россия Олега Николаева Переход Рост Туризма В Минэкономике Логичный Шаг В направлении Развития Туристической Отрасли И В Крыму Ожидают Что Сменится Команда Которая Должна быть Заточена Именно на Развитие Туризма Как экономики И мы Надеемся Что поменяет Функционал Структуру Конкретных Людей И что-то Изменится Отмечает Олег Николаев И по его словам Сам по себе Туризм Способен Влиять на Развитие Других Направлений В которых Могут Развиваться Регионы По словам Николаева Существует Понятие Мультипликативный Эффект И он действует Более чем На 50 Различных Отраслях В том числе В Крыму И один поток Туристов Развивает Сразу Несколько Количества Смежных Сфер Это Экономические Подходы Понять Которые Просчитать И помочь Им Реализоваться Могут Только Экономисты И поэтому По словам Николаева Это сфера Экономики А не социальная Сфера И по его словам В многих Развитых Странах Туризм Является Отраслой Именно Экономической И такой Опыт Испания Италия Многие страны Где туризм Играет Значительную Роль И в США Оборот Этой Отрасли Порядка Триллиона Долларов Составляет А у нас Это являлось Какой-то Кустарной Историей Отмечать Николаев Но при этом Александр Бурдонов Глава Общественной Организации Курортный Крым В нашем Эфире Сказал Что Доходы От Туристической Сферы В Крыму Составляют Около Пяти Процентов Поступлений В бюджет На данный Момент И Составляют Примерно Один Миллиард Долларов Которые Привозят Туристы И эти Средства Перераспределяются Между Различными Сферами И так Говорили мы Сегодня В эфире Радио Крым Реали О туризме На полуострове Вы можете Прочитать Наши Новости И про Туризм На сайте Нашем Крым Реали Заходите Пишите Нам Предлагайте Свои темы Программ Звоните В наши Эфиры По номерам Телефона 8 800 10 06 926 Этот номер Для крымчан Всегда бесплатный 044 490 31 18 Этот номер Работает Если вы Находитесь На материковой Части Украины Пишите Звоните И слушайте Крым Реали В эфире Радио Крым Реали 105 И 9 ФМ Слушай Новости Ток-шоу Авторские проекты Ведущая Радио Крым Реали Информирует Крымчан О самых важных Событиях На полуострове И в мире Радио Крым Реали Крымчане Имеют Право Знать Редактор субтитров Редактор субтитров